Эдуард Шипков приехал на форум из города Белореченска Краснодарского края. Он привез собственноручно приготовленные вина, чачу и коньяк. Все это, утверждает винодел, не только приятно на вкус, но еще и очень полезно. Вермут даже по классической португальской технологии, полынное вино, шесть видов трав. Смешиваем мускатный сорт винограда с белым сортом. Это аналог синтетического мартини. Но самое ценное из его произведений – это когор, который православные используют в таинстве причастия. Одна такая бутылочка обойдется покупателю не так уж и дорого. Продавать алкоголь, считает Эдуард, ни в коем случае нельзя. Его можно только обменивать. Ценность, как оценивается? Чем? На круг козьего сыра я бы поменял. Но при этом этот сыр, добавляет винодел, непременно должен быть только из натуральных продуктов. Этого же мнения придерживаются все 300 человек, приехавшие на первый российский продовольственный форум. Здесь собрались фермеры, крестьяне и предприниматели со всей России и ближайшего зарубежья. Кто-то приехал за тем, чтобы перенять опыт коллег, а кто-то за тем, чтобы им поделиться. Сергей Садовой из первой категории. Он недавно перебрался в Россию из Германии. Сейчас активно занимаюсь строительством агропомощного комплекса в Ростовской области, в Леновской области, в областях. Моя цель – создать полноценную базу по выращиванию настоящего мясного скота в России, чтобы с мясом улучшилась ситуация в России, чтобы меньше зависели из Европы. А кто-то, как, например, Андрей Григорьев, приехали на форум для того, чтобы найти партнеров и единомышленников. Я давно занимаюсь лошадьми по специальности, по давней специальности я конный каскадер. Но я занимаюсь изготовлением снаряжения для лошадей, которое используется для джигитовки, походов, охоты. Я нашел здесь уже весьма интересных партнеров, которым так же, как и мне, интересна тема, как принято говорить, экотуризма, походов, развития конного спорта. И многие из приехавших привезли с собой свою продукцию. Кроме вина, гостям форума удалось попробовать и другие напитки из целебных трав. Например, иван-чай. В этой траве содержится почти вся таблица Менделеева. Он помогает от головных болей, успокаивает нервы, снимает напряжение и нормализует сон. Его также используют для облегчения эпилепсии и при лечении желудочно-кишечного тракта. Пахнет так, как будто там много разных трав, а на вкус чем-то напоминает ромашку. Иван-чай – абсолютно российский продукт. В наших лесах его можно найти повсеместно. Этот, например, собрал рядом со своим домом житель деревни Агарково, что вблизи Ануфриева, Александр Белецкий. Я собираю, конечно, там, где нету борщевика. Вот это обязательное условие. Там, где нету химии. Я живу на болотах возле озера Глубокого. И у нас там такие места глухие. Там 26 километров можно идти по лесу, по болотам. И там их собираю. Также нам удалось попробовать сбитень, в составе которого 20 целебных адыгейских трав, а еще натуральный сыр и масло. Были представлены здесь различные гигиенические средства – мыло, шампунь и крема, а также посуда и различные сувениры. После того, как все насытились и напились, началась официальная часть. Форум проходил в открытом формате. Поднималась какая-то проблема, а высказаться и предложить способ ее решения мог любой желающий. Затем собравшиеся голосовали за все варианты по очереди. Я предлагаю ввести, возможно, новый экологический стандарт, исходя из которого христианин мог продавать свои продукты официально. И хотелось бы, чтобы прививки были все-таки добровольны. Кто не хочет травить свою скотину, тот пусть не травит. Участники форума обсудили огромное количество вопросов. В результате большинство проголосовало за создание при каждом крупном городе России оптовой базы для натуральных продуктов, за свободный доступ к сухостою, за создание комитета продуктовой безопасности при российском крестьянском собрании, а самое главное – за разработку нового экологического стандарта. Также мы вынесли на голосование и единогласно решили единый критерий для выяснения натуральности продуктов, чтобы разработали новый экологический стандарт. А критерии – это следующее, чтобы в продукте не было никакой химии, никакого ГМО. Все идеи были задокументированы и вскоре в виде ходатайств будут направлены соответствующие ведомства. В целом, первый российский продовольственный форум, считают организаторы, прошел успешно. И, скорее всего, это мероприятие станет ежегодным.